Либо у нас, может быть, это и не стоит делать, но палец на своей руке, либо два пальца, либо рука, кому что удобно, да, вынуждает нас держать кисть спокойно и совершенно спокойно, равноправно ходить пальцами разной длины, да. Как методология Шопена, которая нам всем известна, да, пальцы под линейку, вот чтобы играть ровно мелочи, как мы это называем с вами, честно говоря, да, мы должны пальцы организовать. Вот давай, Яночка, сидишь дома, занимаешься, демонстрируй, пожалуйста, как ты это делаешь. Значит, надо тебе играть отдельно левую руку, да, значит, напомнила себе и пошла. Чуть-чуть спокойнее. Спасибо, очень хорошо. Значит, на что мы обращаем внимание еще при работе? На то, чтобы у ребенка пальцы У, Би, Рау, чтобы он их не оставлял на клавише, чтобы пальцы были убраны, тогда будет ясность. Это первый момент. Второе мое требование при работе над этюдами, конечно, на втором-третьем уроке ребенок играет левую руку отдельно наизусть. Произвольная память у всех тренируется по-разному. Как правило, если ребенок не имеет опыта, это представляет большую проблему. Но это просто надо сделать. Надо выучить наизусть. Яне двойки не прилетали пока еще, да, Яночка? Ну, а вообще за невыученную работу, невыученная левая рука два дня в день. Очень действенный способ, такой необычный, экстраординарный, но очень действенный. Поэтому за невыполненные задания получаются соответствующие оценки. Но Яна достаточно быстро учит наизусть, поэтому левой рукой, конечно, например, задача какая ставится? Выбираю левую руку отдельно наизусть с повторами, со всеми поворотами модуляционными. Кстати, модуляционные, кстати, модуляционные, какие ты тут видишь модуляции? Вот здесь, например, расскажи, какая модуляция. Куда-то какую-то нанести. Да, фа-мажор в итальянский, как? Да, буквенное обозначение тоже мы приносим работу. Имеем дело с фа-мажором, используем буквенное обозначение. Имеем дело с до-мажором, значит, приносим буквенное обозначение. Вот, это то, что касается работы над левой рукой, собственно говоря, технологической. Моя установка в работе над этюдами заключается в том, что я никогда не культивирую ощущение этюда как исключительно инструктивного материала. Это пьесы художественные, которые преследуют определенные технические задачи, но в которых, если разобраться, масса интонационных подробностей и масса музыки на самом деле, да? Ну, в данном этюде это в большей степени демонстрирует, конечно, правая рука. Правую руку мы тоже обязательно играем себе отдельно, читаем слух. Раз, и два, и три, и четыре. Спасибо. Вот, например, даже на примере этого короткого мотива. Вы видите, что мы учимся ставить пальцы. Мы на примере стаккато, свободное стаккато, учимся отрываться от инструмента. Лепить руки к роялю нельзя, их надо поднимать там, где нужно смело и абсолютно уверенно, тем чище будем играть на самом деле. Вот, стаккато тоже принуждать, конечно, ребенка к тому, чтобы это игралось из рояля, да? Чтобы отскок происходил в запястье. Яна, в общем, этим приемом владеет достаточно удобно на свой возраст. Еще раз. С, и, два, и, раз, три, и четыре. И в нашей работе с первых же дней обучения ребенка форсированное внимание уделяется запястью. И все время говорим о том, что снятия не менее важны, чем взятия. Все снятия должны производиться исключительно запястьем. Потом придет спина, потом придет точный кончик пальца. Если выбирать между двумя, ну, грубыми, такими, такой грубый выбор, кончик пальца или запястье, первично запястье, потому что на зажатом запястье потом ничего не будет. Поэтому все снятия, даже на примере этой фразы. Раз, и сняли. Готовы к стаккато. Два, и, три, и, четыре. И сразу прописная истина. Ж, ши, 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 буква, и окончание литв мягче. И, соответственно, на снятии. То есть вы видите, что на примере одного такта можно уже, так сказать, иметь дело с настоящими исполнительскими вещами. И это культивировать. Все время висеть на руке. Мне думается, что года полтора-два это просто строго обязательно. Мы с рук вообще не сползаем. Мы практически... Не то, что мы не даем играть, мы даем, но мы все время лепим, мы все время навязываем те ощущения, которыми ребенок должен набрать в оригинале. Так, поиграем более длительную фразу. Раз, и, два. Считай, пожалуйста. Три, и, четыре, и. Раз, и, два, и. Три, и, четыре. Фразируй. Раз, и, два, и. Три, и, четыре. Сюда. И здесь у нас завершилась фраза. Понятие фразы тоже мы вкладываем в первый же день знакомства. Фраза что такое, Яночка? Совершенно верно. На примере, вот, например, этого этюда мы сразу понимаем и видим границы фразы, чтобы не было абстрактно выученных нот какими-то пальцами и какой-то тональности. Фраза имеет совершенно четкие очертания, она имеет совершенно определенную аппликатуру. Аппликатура вещь серьезная, ей уделяем огромное внимание. Играть нужно абсолютно выверенными пальцами, не допуская случайностей. Ну, это опять-таки, так сказать, настойчивость педагога появляется в первую очередь, да? Вот, а потом мы, конечно, объединяем и играем это двумя руками, да? Ну, давай, ну, там разочек, в первую фразу. Спасибо. Да, стоять сзади в самое удобное положение. Мы ребенку демонстрируем возможность рук. Левая рука играет в одном алгоритме, правая рука играет в совершенно ином алгоритме. Слышно? Да. В совершенно ином алгоритме. И нарезать это сам ребенок это вряд ли сделает. Если только это не какая-то сумасшедшая одаренность. Это надо, конечно, навязывать и показывать. И показывать. Левая рука спокойно переставляет пальцы в рамках пятипальцовки. Правая рука играет достаточно крупными движениями. Вот, собственно говоря, основа работы над этим этюдом. Тональность, модуляции, фразировка, штрихи. Ну, и, конечно, в самом начале надо было нам перевести термин, который ты здесь видишь. Что написано? Почитай. Аллегра. Переведи, пожалуйста. Нет. Нет. Аллегра что такое? Переведи. Забыла? Забыла. Ну, надо повернуться и сказать. Забыла. Ну, и что? Что забыла? Я сегодня зарядку забыла. Ничего страшного. Вот, аллегра ошибочно переводит иногда как быстро, да? Но мы с вами железно помним, что аллегра это скоро, а быстро это престо. Потому что это кардинально разные темпы, чтобы не было у ребенка путаницы в голове. Кроме того, мы видим здесь учебный иной термин. Прочитай, пожалуйста. Нет, вот этот. Помочь? Давай вместе. Легато. Семпре. Подписываем в нотах. Всегда, постоянно. Семпре. То есть, играем легато. Всегда, постоянно. То есть, это прямое указание на штрих. Обращать на это внимание, чтобы ребенок имел дело с переводами. Сначала он запоминает с трудом, потом он запоминает это легче, потом совершенно в порядке вещей. Для него становится перевести то, что он видит в тексте. Сейчас не надо искать красный, коричневый или синий словарик музыкальных терминов. Сейчас достаточно сказать о кей-гугл, чтобы все это нам в телефоне вышло. Так, с этим этюдом понятно все? В общем-то, вопросов особых нет. Из этого же опуса идет номер 7. Какая-то на листе? Назови тоже. Домажор, как ты это поняла? По-итальянски домажор как? Цедур, хорошо. Значит, сложность этого этюда в том, что вы сейчас услышите триоли. Мы собираем буквально первую часть, она небольшая. Пожалуйста. Так, темп такой. Так, где вторую запрещу? Темп у нас тут такой. Пожалуйста. В нотке смотришь? Внимательно. Внимательно. Продней. Спасибо, достаточно. Ну, тип фактуры понятен, да? Здесь гораздо более сложная ритмическая организация. Триоли в левой руке. Для того, чтобы этот ритм улегся в голову, сначала мы каждую из долей счетных считаем триолями. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Потом, когда ребенок уже в состоянии охватить весь мелодический рисунок, мы уже можем объединять долями. Значит, сложностью является ритмическое то, что наполнение триолями должно остаться восьмых. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Это просто проговаривается ребенком вслух. Когда начинается выпадение ритмическое, педагог подсаживается на второй рояль и помогает немножко организовать ритм, да? Собственно, что мы сейчас и продемонстрируем вместе. Ну, давай еще раз. Будем считать сейчас долями, хорошо? С отсутствием раз и два, и поехали. Раз, и считаем два, и три, и легату четыре, и раз, и два, и сняли три, и четыре, и раз, лучше. Спасибо. Есть в редактуре этюда некоторые особенности. Например, на данный момент я в состоянии связать терции в легату. Последующие сексты, которые выписаны, она не в состоянии связать еще легату по причине очень маленькой ручки. Поэтому здесь мы иногда в противовес тексту, ну, какие-то изменения вносим. В данном случае сексты мы играем, конечно, нон-легату, потому что связать их пока возможности у нас нет. Но когда немножечко подрастет ручка, я думаю, что это будет возможно. А вот, что касается предложенной аппликаторы, тоже по большей части мы понимаем, что сам человек не был блестящим пианистом. У него, кстати говоря, семь оперов, как выяснилось тут недавно, да, и масса вообще симфонической музыки, и фортепианы, вот, и масса обуслов и тюдов, да. И он с четырнадцати лет преподавал, да. Ну, и когда я у детей спрашиваю, чей ученик? Не знаю, я говорю, Бетховена, да. Чей учитель? Не знаю, Ференса Листа, да. И это, конечно, понимать вообще, в какую эпоху жил человек и с кем он имел возможность общаться напрямую, как мы с вами, вот, сидит Бетховена, следом Листа, это же умопомрачительно вообще. То есть он с четырнадцати лет преподавал, и сам был блестящим пианистом. Поэтому, конечно, та аппликатура, которая предложена в тексте, она по большей части используется. Но бывает иногда, ввиду строения руки и каких-то особенностей анатомических, где-то какие-то мы маленькие изменения все-таки можем привносить. И штриховые тоже. Так, это то, что касается опуса 718-го. Я полагаю, время немножко нас поджимает. Мы, если ж гордо, возьмем один этюль, да? Так, хорошо. Какой лучше показать? Двадцатый. Хорошо. Так, Лешгор. Как зовут? Вот так. Карл Альберт. То есть мы интересуемся тем, как зовут композитора, интересуемся годами жизни, пытаемся понять себе окружение и эпоху, в которой творил... Вот Карл Альберт. Выговорить-то трудно, а запомнить еще труднее. Так, это сочинение 52-ое. Вот мы представим сейчас этюд номер 20. Тональный сыграй. Ну, откуда ты это решила? Как ты это... Что видишь в нотах? Да, решила.